Мы не должны вообще собственнические чувства испытывать ни к чему, даже если это наш честно заработанный дом, наша честно заработанная машина и так далее. То есть мы понимаем, что мы с собой это не заберем, что это все равно все временно, и йог, он всегда себя воспринимает просто хранителем каким-то временным какой-то вещи, да, а не собственником его и ее. Потому что, да, люди умирают, в итоге вещь, которая принадлежала им, переходит к кому-то другому, да, и непонятно, почему они называли себя собственниками, раз людей нет, а вещь есть. Вот, и проблема как раз современного общества в том, что это общество потребителей, что владеем вещами не мы, а вещи владеют нами. То есть накопительство это яркое выражение манипура чакры, то есть плохого состояния манипура чакры, да, когда мы все себе, все себе, жадность, дирадность, а другим ничего не отдаем. У многих есть ситуация, что завалены уже все кладовки в квартирах, балконы и так далее. Вот, но очень многие на то отмечают, что когда от этого всего избавляются каким-то образом, становится легче дышать в квартире. То есть это тоже не просто так, такие залежи вещей, они создают какие-то блоки для светлых энергий и являются таким притягателем для темных энергий, они там роятся, им там нравится. То есть почему мы делаем, почему мы накапливаем столько, вот это страх будущего, да, думаем, что будет завтра, как многие у нас уже тут второе гражданство оформляют, чтобы уехать, если что. Вот, думают, вдруг отберут квартиру, вдруг отберут это и так далее. Вот это то, о чем мы говорили в начале лекции, да, свобода от страха. В принципе, один из очень позитивных качеств йога, поэтому ему не нужно накопительства. У него нет цели заработать побольше денег, у него есть цель всегда только побольше отдать. Если это не деньги, не материальные средства, то свое время, свои силы отдать для того, чтобы другие стали немножко более осознанными, более мудрыми, увидели в принципе реальность. Смотрите еще в чем проблема, в том, что любая вещь, она не может существовать просто так в пространстве, да, она существует именно поддерживаясь нашей энергией. То есть, каждая новая, там, кружка, не знаю, пальто и так далее, вот как только оно появилось в нашей квартире, значит, вот ровно настолько у нас энергии убыло. И мы постоянно, постоянно поддерживаем эти вещи. Соответственно, огромные дома, яхты, вилы и так далее, понятно, почему человек там сгорает уже к 40-50 годам, у него просто энергии не остается. А когда у человека, в принципе, есть только самое необходимое, он, во-первых, не боится, что это отберут, он не привязан так сильно, он как-то более открыто смотрит в будущее. Есть такая очень хорошая фраза, которая выражает, в принципе, то, что, вот вы сейчас это послушали, не нужно раздавать сейчас сразу все свои вещи, да, просто нужно стремиться не накапливать их. И очень хорошая фраза есть, она звучит как «аскетизм не в том, чтобы не владеть вещами, а в том, чтобы вещи не владели нами». То есть, может быть, как бы, богатый, может быть, актив большой, но у человека, может быть, такая непривязанность к нему, что это вообще высшая какая-то ступень, наверное, сознания. Вот. Фраза очень хорошая, и действительно, как мы читали сегодня, да, то есть, если ты достиг какого-то такого состояния ума, есть у тебя мерзкие блага, нет у тебя мерзких благ. Так, ну, как бы, все равно. Вот. Еще есть точный пункт, урок, ну, у Махатана Ганги, у него были вот его швилтансы, четкие книги, и каждый день справа, я говорю, у меня есть вот эти вещи, но... Я говорю, как он относительно на свои имени, да, это не берут, где вы древние писания, у тебя не живущего человека, то есть, это не помните, не видят, и все равно это не мешало ему, как бы, совершать великые поступки, помочь ему в небольшом количестве людей. То есть, это, наверное, в разве как... У нас тот способный человек, вообще, не денег, ничего. Да, конечно. У Будды тоже было только три вещи, у него была накидка, посох для путешествий, и была чаша золотая для подаяний. То, когда ему давали подаяние, он себе ничего не брал, он сразу передавал ученикам это. То есть, я думаю, пример Будды тоже достаточно показателен, что можно сделать без каких-то огромных материальных активов, да, так скажем. Кстати, Махатана Ганги тоже и говорит, что цивилизация — это не то, что мы можем максимально себе позволить, а то есть свобода от того, что мы можем максимально избавиться. Вот как раз эта париграфа неплохо, как бы, и вписывается. То есть, свобода определяется, как бы, не тем, что ты можешь взять, а то, что, от чего можешь отдать. Да, что можешь отдать, конечно. Ну, смотрите, даже Андрей очень часто приводит очень хорошую фразу, да, что, как бы, что отдал, то твое, что оставило, то пропало. Поэтому, друзья, соблюдаем париграфу. Помним, что все материально, иллюзорно и временно, что с собой мы его не заберем и так далее. Помним, кроме того, что, ну, это относится не только даже, наверное, к материальным вещам, а ко всем удовольствиям, да. Помним, что при всех удовольствиях у нас энергия сливается через разные чакры. Просто, ну, как бы, разница только в том, что она с разной, как сказать, с разной интенсивностью сливается через чакры, да. Если один килограмм энергии через Данипуру можно там за секунду слить, то через Анаха, то это уже там будет месяцы, там, или годы, например. Просто зависит от того, что уже разные удовольствия отратят тапас на этой чакре. То, как вы делаете чакры.